Внешность нового поколения Hyundai Kona корейцы рассекретили еще в декабре прошлого года. Дизайн вышел смелым, с новыми фирменными диодными полосами впереди и сзади. Отдельно стоит отметить основную оптику, куда ее только не пихают дизайнеры в наше время. Вот у Kona фары и фонари вообще съехали на колесные арки. Формально они, конечно, остались в бамперах, но фактически расположены на массивных расширениях арок. А вот техника у новой Kona оказалась не такая прогрессивная, как дизайн. Фактически она досталась ей от прошлого поколения. Базовые версии кроссовера обычные, бензиновые. Моторов два, атмосферник на 2 литра и 149 лошадиных сил и турбированный на 1,6 литра и 198 лошадок. Коробки передач у них разные. У первого это вариатор, а у второго классический автомат на 8 ступеней. Более продвинутая версия Kona гибридная, с атмосферником на 1,6 литра и электродвигателем. Бензиновый мотор выдает 105 лошадей, а электрический 44, причем он тоже расположен впереди. И гибридный кроссовер переднеприводный. Полноприводная версия есть только у мощной турбоверсии. Зато спортивный обвес N-Line можно заказать для любого исполнения, включая гибридное. А вот электрический вариант Kona пока не рассекретили. Ее покажут весной. Зато корейские цены на остальные версии уже известны. Бензиновые версии стоят от 20 тысяч долларов, то есть примерно 1,4 миллиона рублей. А гибрид стоит от 25 тысяч долларов, то есть миллион семьсот тысяч. Посмотрим, привезут ли новую Kona по схеме параллельного импорта. Ведь покупать машины из Кореи у нас уже наловчились. КОНЕЦ